Друзья, всем привет! Этот видеоролик посвящен достопримечательностям Бахрейна. Прежде всего я расскажу о тех достопримечательностях, которые посетил сам. Их в принципе немало. Я в этом ролике расскажу вкратце про них и постараюсь дать свою оценку увиденному. А тем достопримечательностям, которые мне понравились больше всего, я посвящу отдельные видеоролики. Так что смотрите, решайте, выбирайте, куда ехать, куда не ехать. Итак, начинаем! Сейчас я расскажу, какие достопримечательности мне удалось посетить. А в дальнейших роликах я расскажу про них подробнее. И как добраться, сколько стоит, и стоит ли туда посещать, что они из себя представляют. Итак, что я посетил? Военный музей Бахрейна, Бахрейнский национальный музей, Форт Рифа, Форт Арат, Форт Мухарак, Форт Аль-Калят Бахрейн, Гранд Мечеть, Мечеть Хамис, Ворота Бахрейна, Папаль Бахрейн, Мухарак, Старый город, Мухарак-Сук, Это рынок в старом городе, Дом Абдулы Али Заеда, Шейк Иса Бин Али, Хаус, Дом этого знатного гражданина, Саяди Хаус, Это архитектурная достопримечательность в Мухараке. Вот это я успел посетить за 7 дней отдыха в Бахрейне. И позже расскажу вам про это более подробно. Друзья, а теперь вкратце я постараюсь описать эти достопримечательности. Еще раз повторюсь, я сейчас не буду вникать в тонкости, типа как добраться, сколько стоит, показывать карты с их местонахождением, описывать маршруты автобусов, на которых до них можно добраться. Это я сделаю в последующих роликах. Сейчас моя задача, чтобы вы имели общее представление об этих достопримечательностях. Начнем с национального музея Бахрейна. Этот музей является одним из самых богатых музеев в Кирсидском заливе. Хотя по российским масштабам я бы назвал его хорошим криведческим музеем. В экспонатах, представленных здесь, отражена вся семитысячелетняя история Бахрейна. Быт, традиции. Отдельные секции посвящены ремеслам, каллиграфии, Корану. На премузейной территории красиво, современно, можно пофотографироваться, поснимать видео. Хочу вам отметить, что особенно нам понравилась временная выставка женских украшений Саудовской Аравии. Но она будет только до мая 2019 года. Завораживает. Если вы ее застанете, обязательно посетите. По моим оценкам, этот музей вполне заслуживает 5 звезд. Второй музей, который бы я хотел отметить, который я посетил, это военный музей Бахрейна в Рифе. Пожалуй, это самое интересное место, которое мы посетили за отпуск. Про него очень мало информации в интернете, поэтому ему 100% будет посвящен отдельный полный обзор. В этом музее представлена коллекция оружия, военных атрибутов, униформы, боеприпасов, охватывающих период с 15 века и по настоящее время. Отдельный зал посвящен даже боевым скукунам. Но это восток, куда же без этого. Во дворе музея стоит военная техника. Правда, когда мы были здесь, она была укрыта чехлами, так как за день до этого шел дождь. Однозначно рекомендую посетить. Посещение этого музея можно совместить с фортом Рифа, который находится совсем рядом. Моя оценка музею – пять звезд. Однозначно. Теперь про форт. Форт не такой большой, как, скажем, Калат Аль-Бахрейн, но довольно интересный. Внутри форта находится павильон-выставка с различными интерактивными объектами. Выставка посвящена истории форту, истории королевской семьи. Хотя здесь ничего нет исторического, я имею в виду выставку, но красиво и вполне интересно. Я думаю, форт вполне заслуживает четырех звезд. Следующее, про что бы я хотел рассказать, это форт Арад. Он находится недалеко от аэропорта. Крепость здесь совсем маленькая. К сожалению, мне не удалось попасть вовнутрь, так как форт был закрыт. Рядом небольшой стилизованный рынок, правда не работающий. Тут же на территории находятся образцы бахрейнских лодок различной величины. Территория красивая, ухоженная. Красивый вид на залив. Наверное, специально ехать сюда не имеет смысла, если только его не скомпоновать с посещением Мухарака или с посещением большого торгового центра Симол, который находится здесь через дорогу. Я думаю, трех звезд этому форту вполне хватит. Третий форт Бумахир в Мухараке. Вот тут, честно говоря, у меня вышла промашка. И в него я не попал. Вернее, я целый час убил на его поиске, и я нашел его. Я даже увидел его башенку с флагом, до которой было метров 200. Но попасть в него я не смог, так как оказалось, что он находится на территории базы береговой охраны Бахрейна, а кругом запретная зона, которую нельзя не только посещать, но даже фотографировать. Имейте в виду, по суше к этому форту подхода нет. Его можно посетить только с моря, на лодочке, которая прибывает сюда из Национального музея. К сожалению, у меня уже не было времени, и я здесь так и не побывал. Сложно оценить достопримечательность, которую не удалось посетить, но с учетом морской прогулки, я думаю, он заслуживает 5 звезд. Ну и четвертый форт. Это самый большой и самый известный форт. Калат Аль-Бахрейн. Сюда в обязательном порядке возят все экскурсии, здесь всегда много туристов, и он действительно самый впечатляющий, самый большой, и самый интересный из всех упомянутых мной фортов. Рядом с крепостью находится музей. Опять же, из-за нехватки времени музей посетить мы не успели, но 5 звезд крепость заслуживает бесспорно. Теперь пройдемся по религиозным объектам. Гранд-мечеть Аль-Фатех. Это самая большая мечеть Бахрейна, которая вмещает в себя до 7 тысяч верующих. Чем нам понравилось, так это тем, что помимо просто осмотра самой мечети, для нас, а нас было четверо русских, в мечети организовали почти часовую экскурсию. Причем девушка-гид говорила на английском языке, но нам даже предоставили переводчика с английского на русский. Было интересно послушать историю ислама, узнать правила, законы, и все, что касается жизни мусульман. В мечети разрешено фотографироваться, снимать видео, проблем нет. Мы, честно говоря, даже не ожидали, что будет настолько интересно и познавательно. Ну, наверное, конечно, понравится не всем, но от себя я ставлю 5 звезд. Мечеть Хамис. Это самое святое место для мусульман Бахрейна и самая старая мечеть в этой стране. На самом деле, мечети как таковой нет. В наличии восстановлены остатки колонн, арки, два минарета. На территории также находится небольшой музей с артефактами, найденными здесь же при раскопках. Территория небольшая, экспозицию не назовешь богатой, но здесь есть возможность подняться на минарет. А вот вы когда-нибудь поднимались на минарет? А я теперь скажу, я поднимался. Если честно, адреналин зашкаливал. Лестница в минарете настолько узкая, что я еле втиснулся в проем и постоянно была мысль только бы не застрять. Но я благополучно поднялся на самый верх и взглянул на мир глазами Муэдзина. Именно за эту предоставленную возможность я ставлю этому культурному объекту пять звезд. Далее, наверное, самая известная и самая раскрученная достопримечательность ворота Бахрейна. Баб-аль-Бахрейн. Если честно, ворота и ворота достопримечательность для разового фотографирования. За этими воротами находится рынок с магазинчиками, торгующими различным барахлом. По мне, ничего интересного. Три звезды. Это максимум. Дальше я расскажу про Мухараг. Мухараг старый город. Скажу честно, старые города с узкими улочками, это моя слабость. Мухараг, сук, рынок. Не всегда чисто, не всегда вкусно пахнет, но здесь течет реальная жизнь, не ориентированная на туристов. Это истинный Бахрейн, без небоскребов и дорогих спортивных машин. Дом королевской семьи, дом шейха Иса бин Али Халифа, дом Абдуллы Аль-Заеда, Саиди Хаус. Эти объекты я не буду отделять друг от друга по одной простой причине. Они находятся практически все в одном месте. Пять звезд однозначно. Друзья, это я рассказал вам про те достопримечательности, которые посетил лично. теперь я коснусь тех культурных объектов, которые я не посещал и даже некоторые не включал в план посещения. Ну, к ним я бы отнес это 25-километровый мост в Саудовскую Аравию. Туда тоже возят экскурсии, но что мы мостов не видели? Дерево жизни, оно находится в пустыне на отдалении от города. Но давайте рассуждать честно. Ребята, это обычное одиноко растущее дерево. Это не дуб, под которым сидел Пушкин, и не яблоня, плод которой шарахнул по голове Ньютона. Вы готовы платить деньги и потерять полдня, чтобы увидеть простую акацию, которой всего лишь 400 лет? Лично я нет. Трасса Формула Ф1 посетить трассу Ф1 это, конечно, интересно. Но, опять же, нехватка времени. Кстати, то же самое относится к посещению королевских захоронений Аалии. Они находятся на расстоянии нескольких автобусных остановок от рифы от военного музея. Но, при всем желании, даже эти несколько остановок проехать я не успел. Время поджимало. Ну, вот, в принципе, и все. Более подробно об основных достопримечательных с картами, ценами, маршрутами автобусов я расскажу в следующих видео. Если у вас горит и поджимает время, и у вас в ближайшее время, скажем, вылет в Бахрейн, пишите в комментариях, расскажу подробно, но без картинок, проблем нет. На этом все. До следующих встреч. Пока. Пока. Продолжение следует...